В Москве на площадке Coworking 2.0 7 ноября открылась конференция Zero Nights, международная площадка для обсуждения практических аспектов информационной безопасности. Двухдневное мероприятие посетило, по заявлению организаторов, свыше тысячи человек, жаждущих расширить свой кругозор в области ИБ. За два дня прозвучали доклады об уязвимостях популярных информационных систем и устройств, о способах организовать атаку на IT-инфраструктуру, о правильном шифровании данных. Не осталась в стороне и трендовая тема безопасности интернета вещей. Рассматривались методы взлома современных умных домов и промышленных систем автоматизации. На докладах можно было услышать, как эксплуатация типичной уязвимости интернет-банкинга способна лишить банк крупной суммы. А на воркшопах увидите препарирование недавно выявленного банковского троянца, которому по зубам и компьютеры, и смартфоны. При взгляде на происходящее у постороннего посетителя волосы встали бы дыбом. На конференции из молодых людей воспитывают киберпреступников. Но цель конференции прямо противоположная. Организаторы Zero Nights постарались изобразить в миниатюре знаменитые западные конференции специалистов ИБ, Девкон, Блэкхат. И выступать пригласили специалистов, которые почти поголовно сотрудничают в крупных лабораториях, исследуя угрозы ИБ. То есть у микрофона встали люди правильной закалки, способные не только привить слушателям навыки хакинга, но и заразить их своей страстью. Страстью к хакингу во имя науки. Только на благо защищенности и никогда с корыстными целями. Своими впечатлениями от конференции в эфире BizTV делятся посетители и докладчики Zero Nights. Мне в этой конференции нравится, что рядом оказываются и профессионалы, и студенты, и люди, которые хотят узнать новое в области ИБ. Хорошо, что эти сообщества здесь встречаются. Я бы не сказал, что эта конференция для широкой публики. Я много путешествую и участвую в конференциях, и могу сказать, что здесь одни из самых технологически продвинутых докладов. Здесь мы видим людей, которые приходят узнать о работе киберпреступников, чтобы затем бороться с ними. Нельзя делать это в одном месте, нужно обмениваться информацией с сообществом и сообща искать методы и способы борьбы. При нападении достаточно один раз добиться успеха. А вот защита – это трудный и постоянный процесс, и обучение хакингу помогает взглянуть на систему в целом и выявить все возможные проблемы. У меня впечатление от русских ребят, что они очень умные, профессиональные и стремятся найти приложение для своих знаний. Я чувствую, что люди здесь желают научиться. И главный вопрос, конечно, в том, что никогда не угадаешь, в какое русло они потом направят полученные знания. Кто-то работает специалистом по защите информации в банке, кто-то является независимым исследователем, кто-то работает в крупных корпорациях. Нас всех объединяет то, что нам интересно, нам любопытно, как это все устроено, как это все работает и что из этого можно извлечь. Хочется видеть не лица и бренда, хочется видеть идеи. Хочется видеть всегда новые идеи. Чтобы приезжали люди и могли сказать, вот вы знаете, я тут придумал кое-что новое. И я считаю, что взрывается то место, где, грубо говоря, не надо одевать супердорогую костюм за 1000 долларов. Просто приходи, просто погрузись в это и, не знаю, что интересно, то и пробуй. Мы стараемся в рамках конференции покрыть как можно больше различных тем с помощью докладов. И нам это вроде бы удается потихоньку. Главное, что у нас очень много единомышленников. Главное, что людям интересно то, что мы предлагаем. Они приходят и это, вы знаете, нет ничего лучше, чем видеть именно кучу увлеченных людей, которые заняты решением какой-то проблемы. Это замечательно. Мы пытаемся привить к культуру исследований, к культуру ресерча. То есть, когда люди делают что-то не потому, что вот мне там нужно, короче, освоить такой-то бюджет. Или не потому, что вот мне, наверное, хорошо заплатят за этот эксплойт, а когда люди делают, потому что им интересно. То есть, и своим примером мы пытаемся привить именно эту культуру поведения. С большими знаниями приходит большая ответственность. Вот это тоже надо понимать. То есть, мы как бы делимся своими знаниями, но вот стараемся людям как бы объяснить то, что не то, чтобы там нет, не делайте так. Потому что, ну, ребята, ну это не весело. Я думаю, что организаторы конференции, они так или иначе смотрят в сторону западных конференций. И форматы воркшопов, они только будут приветствоваться. Это не должно прекращаться. Но, на мой взгляд, можно добавить еще немного шоу-румов, немного шоу, немного CTF-ов, всяких конкурсов для хакеров, чтобы ребята просто сидели, занимались, чем им интересно. Не только слушали доклады, но и проявляя какую-то активность. Подобные мероприятия — это точка старта, то, от чего стоит отталкиваться специалистам по безопасности. Люди понимают, как работают хакеры, и они понимают, как строить защиту. Поэтому данная конференция, она носит образовательные цели. Здесь себе научат, как информацию получать, а те, кто для себя делают какие-то выводы, они поймут, как защищать. Вижу здесь и представителей индустрии, и очень много студентов, аспиранты, ну и представителей госорганов также, из тех, кого я знаю. Вполне представлена, по крайней мере, московская инфобестысовка. На мой взгляд, здесь существует проблема в Москве системная, что нету площадок, где можно проводить такого рода мероприятия. Либо очень дорого, где есть нормальные условия, либо вот получаются какие-то накладки. Не все могут сделать организаторы сами. Например, перегородки, которые делят аудиторией, должны быть до потолка и звукоглощающих, очевидно. На ZeroNite намного больший процент студентов. Видимо, это связано с тем, что для студентов особые условия, ну, просто дешевле вход, ну, и возможность, например, волонтерами поработать. На Black Hat такого нет, там, представители госов. Сегодня для борьбы с валом киберпреступности в России каждый делает то, что в его силах. Регуляторы в банковской сфере и правоохранительные органы стремятся ужесточить наказание для хакеров, чтобы отпугнуть потенциальных преступников в ближней перспективе. А сообщество профессионалов информационной безопасности может взять на себя долгосрочную задачу – воспитать новое поколение профессионалов в правильном ключе, для которых будет очевидно, что быть разрушителем, взламывать с целью нанести урон и заработать – неинтересно, не круто. И совсем другое дело – стать творцом. И, выявляя уязвимости и устраняя их, создавать системы, которые будут ни по зубам ни одному хакеру. БИС-ТВ